И третий аят Урана, где Всевышний Аллах рассказывает, то есть из которого вытекает польза животных жиров, польза животных жиров, против которого с 1950 года по всему миру пошла антипропаганда. То есть животные жиры — это болезнь, это холестерин, это сердечно-сосудистые и так далее. Хвала Всевышнему Аллаху с 2016 года пошла очень хорошая тенденция, которая пересмотрела роль жиров. Жиры оказываются жизненно важны для нашего организма. Именно животные жиры, которые являются натуральными, то есть произведением Создателя Всевышнего Аллаха, а не те масла гидроризированные, рафинированные, всякие и так далее. Вот человечеству внушили, в человечество по всему миру распространилась такая жирофобия. Вот жиры, то есть везде вот заказываешь пищу, тебе дают сухое мясо, обезжиренное. Поэтому все обезжиренное стало культом, обезжиренной распространился культ обезжиренной пищи. Молочка обезжиренная, все обезжиренное. Уже человек интуитивно, да, просто даже молодой человек, которому ничто, он уже смотрит. Если жиры, там он должен их опасаться. Ну или целенаправленно была такая пропаганда, или как. Но это принесло очень большие жертвы для общества. Почему? Потому что мы на самом деле есть жиры. Нервная система — это жиры, мозг — это жиры. Без них полноценной быть здоровой, жить, жизнь быть не может. И удаление желчного пузыря. Это все результаты обезжиренной пищи. Жир только способствует выделению необходимого количества желчи. Желчекаменная болезнь — это тоже результат высокоуглеводной обезжиренной диеты. Потому что все человечество сидит на углеводах. Наука сама поставила белки на первое место, жиры на второе место, углеводы на последнее место. Но однако в жизни маркетологи, то есть индустрия, которая хочет разбогатеть, выдвинула эти углеводы на первое место. И вот такой вот результат. А Аллах что говорит в Священном Куране? Ауузу Билляху Минашид Анир Раджим. Аллах в Священном Куране говорит. А тем, которые стали иудеями, мы запретили из животных и птиц всех, имеющих цельное копыто. А из коров и овец запретили мы им чистое сало, кроме носимого их хребтами. Аллах в Куране говорит, что из скотины и овец, иудеям Всевышним, запретил их жиры, их чистое сало. Почему Аллах им запретил? Аллах говорит в результате, за их несправедливость, за убийство пророков, поедание ростовщической прибыли. Мы правдивы в том, что рассказываем. То есть Аллах в наказание запретил. То есть посмотрите, как можно человека наказать, причиняя ему вред. Оказывается, огромное количество бывает витаминов, которые никак не могут освоиться в нашем теле без жиров, жирорастворимые. То есть это вкратце. Все это, все человечество, делая какие-то научные открытия, основанные на каких-то там полуисследованиях, недоисследованиях, толкают все человечество. Потому что там еще интересы корпорации, интересы больших индустрий, фарминдустрии, сельхозиндустрии. И все это, как говорится, в культуру человеческого питания вошло. А когда теперь человеку говоришь, вот надо есть жирное. Я объясняю, вы сделали переворот в моем мозгу, говорит человек. Потому что все время, говорит, я думал, что жиры нельзя кушать. Как можно не кушать то, что Всевышний Аллах в Коране в другом аяте говорит. Айбатин говорит Аллах. Благости говорит. Благостями называют жиры. Естественно, их употребление должно быть в умеренном количестве. И их нужно употреблять, естественно, из чистых источников.